Неоднократные эксперты проекта «Наши дети» говорили будущим участникам о роли книг и чтения в их становлении и развитии. Читать действительно очень важно, нужно, да и просто интересно. И заговорили мы о книгах не случайно. Дело в том, что в нашей студии первый утренний гость. Виктория Тишакова, заместитель директора Красноярской краевой библиотеки, с анонсом очень интересного мероприятия накануне дней весенних каникул. Это неделя детской книги. Доброе утро. Доброе утро. Виктория Викторовна, у детской книжной недели очень давняя история. Связанная с именем Льва Касилия и годами Великой Отечественной войны. Можете, пожалуйста, рассказать об этом чуть-чуть поподробнее. Да, вот представляете, идет Великая Отечественная война, 1943 год. И Лев Касиль, детский писатель, любимый, он предложил, а давайте мы как-то детей немножечко развеселим в такое тяжелое время. И вот в 1943 году, 26 марта, в дом, колонны Дон Зала Союзов, дети со всей Москвы стекали с трамвая, с автобуса, бегом бежали. И вот открываются двери, вот этот яркий свет, и встречают детей Лев Касиль, Агния Бартос, Самуил Маршак, Сергей Михалков и директор детского книжного издательства Людмила Викторовна Дубровина. Дети настолько были восхищены, вот действительно, это такой был большой праздник. Один день всего длился этот праздник, а вот с 1944 года уже во всех библиотеках России, и в селах, и в городах отмечается неделя детской книги. Целую неделю длится этот праздник. И каждый год в дни весенних каникул. Один раз только было исключение, это было в 1945 году, когда у нас закончилась Великая Отечественная война. Книжкина неделя прошла в октябре месяце. Но и, конечно же, библиотеки Красноярского края не в стороне этого праздника. Ежегодно мы проводим этот праздник, а Краевая детская библиотека уже шестой год подряд открывает Краевую неделю очень так торжественно и масштабно. Но вот я бы хотела задать вопрос нашим телезрителям, если нужно. Да, мы знаем, что вы не с пустыми руками, если и презент будет для наших телезрителей. Итак, я только хочу уточнить, что сейчас прозвучит вопрос и варианты правильного ответа на этот вопрос. Вам нужно будет на короткий номер 90-20 в первом скинуть этот правильный ответ, и тогда вы получите какой приз? А приз, Борис, вот такая замечательная книга, Большая перемена. Сейчас идут каникулы, но чтобы наши дети не забывали, что школа-то есть школа, сборник рассказов замечательных авторов и современных, и авторов, любимых родителями наших детей. И вот такая сувенирная продукция с логотипом недели «Наш блокнотик», ручка, брелок и даже магнит на холодильник. Сейчас многие дети, да, собирают. Масса подарков. А вопрос на самом деле очень легкий. Мне кажется, сейчас будет масса звонков. Значит, когда была первая неделя, отмечалась книжки на неделе по предложению Льва Косиля, каждый ребенок, уходя, получил подарок. Книгу Валентины Асеевой «Волшебное слово». Вы знаете, книга была абсолютно без иллюстрации. Напечатана на тонкой газетной бумаге, но она была настолько дорога детям, они уходили вот так вот, нажимая ее к груди. И вот у меня вопрос. О каком же волшебном слове идет речь в этой книге? И три варианта ответа. «Здравствуйте», «Спасибо» и «Пожалуйста». Напоминаю, что... «Здравствуйте», «Спасибо» и «Пожалуйста». На короткий номер 90-20. «Здравствуйте», «Спасибо», «Пожалуйста», скидывайте. Правильный ответ из этих трех. Вначале не забудьте указать слово «остров» и «пробел». И еще есть важное слово. Обязательно напишите, как вас зовут, чтобы мы уже знали, кто у нас будет убедителем. Это очень важно. Ну, а мы продолжим говорить о неделе детской книги. Да, и победитель еще получит как раз вот такое приглашение на две персоны на открытие краевой недели детской книги, которая состоится 24 марта в городском дворце культуры Кировский. Вот скажите, а почему же именно в городском дворце культуры, если это библиотечное, в общем-то, мероприятие? Вы знаете, а вот здесь я скажу так. С одной стороны, это же так, ну, не очень хорошо, что мы не можем вместить всех желающих участвовать в празднике. В нашей библиотеке не настолько большая наша библиотека. А с другой стороны, это так здорово, что желающих так много, что они вмещаются в нашу библиотеку. Да, и мы обещаем все те, кто придет на праздник, а вы знаете, вот звонят уже те, кто вот пять лет приходил, звонят, а у вас будет в этом году? А что в этом году будет? Потому что мы каждый год стараемся предложить новую программу. Так как в этом году у нас год российского кино, мы, конечно же, а мы с вами знаем, что все фильмы, в общем-то, кино начинается в библиотеке, снято по мотивам наших любимых книг. И вот Красноярская краевая детская библиотека, примерно как книга-киностудия, предлагает книга плюс кино. В 11 часов у нас в фойе ДК начнут работать площадки интерактивные. Это можно будет и... А, кстати, можно будет сняться в документальном фильме «Один день из жизни замечательных детей». А если ведущие телеканала «Инисей» придут к нам на праздник, то это будет документальный фильм «Один день из жизни замечательных детей» и ведущих телеканала «Инисей». То есть это будет съемка, которую будут вести наш детский пресс-центр, ребятишки с камерами. Можно будет рассказать на камеру о своем, ну, самом таком событии. Потом мы все это сделаем монтаж и выложим фильм на наш сайт библиотечный и в группу ВКонтакте для всеобщего обозрения. Будет работать площадка даже «Школа каскадеров». Ну, я не буду раскрывать все тайны, конечно. Прилете, узнаете, да? Уже она очень интересная уже «Школа каскадеров». Да, «Школа каскадеров». Будет работать площадка очень интересная, на мой взгляд. То есть площадок очень много, они как павильоны вот в киностудии. Площадка, значит, связана с одной из любимых книг Тимура и его «Команда Гайдара». В этом году ей исполняется 75 лет, а в 1976 году был снят фильм по этой книге. И, вы знаете, наши дети смогут окунуться во времена своих бабушек, дедушек, а то и прабабушек, прадедушек, смотря какого возраста будут дети. Научиться завязывать пионерский галстук, сложить поленницу, кто быстрее. Значит, ответить на вопросы викторина, конечно же, по книге, но и многое другое. Будет у нас и площадка сценаристов. Будет у нас площадка, где наши дети смогут снять покольный мультфильм. То есть несколько сцен из покольного мультфильма. Своими силами, да. Почему? Потому что «Союз мультфильмов» в этом году исполняется 80 лет. То есть вот тоже сразу событие, тоже юбилей. Вообще будет много чего интересного. Мы будем и рисовать кинопостеры. Мы будем... Ну и, конечно же, будет работать книжная выставка. Без этого никак. На выставке будут представлены книги из фондов Краевой детской библиотеки, которые можно будет полистать, почитать, удобно устроившись в кресле. А вот. А в 12 часов... Ну я, конечно, не обо всех площадках рассказала. А в 12 часов мы все входим в зрительный зал. Здесь начинается такое замечательное театрализованное представление. Я немножечко приоткрою тайну. Литературные жанры узнали, что идет кастинг на съемки фильма и какой жанр интересный для съемки будет. Не буду говорить, чем закончится. Ну и, конечно же, то, что проходит всегда в книжки на неделе, это церемония награждения лучших читателей. На этот праздник у нас будет не только красноярцы, приедут ребята из партизанского района, манского района, городов Сосновоборск, Гдивногорск, Железногорск, из поселка Емельянова. То есть гостей будет очень много. Очень много. Ну и, как вы понимаете, что открытие недели, на этом у нас неделя не заканчивается, идет дальше. Я бы хотела рассказать о нескольких мероприятиях в рамках этой недели. Мы с удовольствием послушаем, что же это за мероприятие в рамках недели детской книги. Да. Вы знаете, меня очень радует то, что в последнее время, ну, все говорят, вот, дети не читают, не читают, да неправда, дети читают. И я очень благодарна, конечно, родителям, которые понимают, что чтение это необходимо в жизни. Вот у нас читатели, самые маленькие приходят в библиотеку, даже вот, кстати, на открытие, мы рекомендуем детям от 8 лет приходить, но звонят маму и говорят, а моему ребенку 3 года, а могли бы мы тоже прийти на открытие к районе недели детской книги. Говорим, ну, наверное, можно, но ваши дети устанут. Нет, нет, мой ребенок, он такой умный, он так слушает книги. Ну, каждый, да. Ну, кстати, да, были, приходили. И вот я хочу рассказать о нашем содержании всей недели. Мы рассчитываем мероприятие на самых разных читателей. Но особенно мне бы хотелось сказать, что эта неделя у нас тоже особенная, к нам приходит много гостей, а мы очень любим гостей. Ну, и гости, к счастью, тоже любят к нам приходить. И вот в это воскресенье в 12 часов у нас состоится экскурсия. Экскурсия необычная. Мы вместе с читателями отправимся в волшебный город, где и есть говорящие собаки, и поющие пингвины, и дети живут, и вообще кого только нет. И это город моего детства. А проведут экскурсию сразу несколько красноярских писателей. Наших уже местных. Наших местных, любимых, вот таких родных наших друзей. А будет Дарья Масунова, Мария Ионина, Рустам Карапетья, Наташа Ива. И вот я приглашаю всех в воскресенье в 12 часов прийти на эту замечательную экскурсию. Книга действительно, вот эта книга как раз, о которой я говорю речь, она будет презентована. Она стоит того, чтобы ее читать, чтобы ее листать. И знаете, ее даже когда открываешь, испытываешь вот просто наслаждение уже. Книга должна дарить радость. Да, да, она на самом деле дарит радость. А здесь все хорошо. Спасибо. Но давайте подведем итоги нашего конкурса. Итак, раскруйте тайну, какое же это слово? Правильный ответ на наш вопрос. А на ваш взгляд, какое это слово? Ну, слово, наверное, «пожалуйста». Нет, а Сим Соломи, может быть? Нет? Нет, нет. Не такое слово. Да, конечно, это слово «пожалуйста». Слово «пожалуйста». У нас есть немного правильных ответов. Кстати говоря, наверное, не все читали эту книгу. Но первым правильно ответил человек, я не знаю, просто девушка это или юноша, потому как не подписались. Номер телефона заканчивается на 8223. 8223 вы правильно ответили. Это действительно слово «пожалуйста». У вас теперь в копилке имеются вот такие призы от Краевой детской библиотеки. Приходите, пожалуйста, к нам на «Остров отдыха». Опять же, пожалуйста, к нам на «Остров отдыха» «Дестроение 1» или компания «Енисей». После 9 утра сегодня забирайте свои призы. И пригласительные не забудьте, давайте еще раз проанонсируем, когда и где состоится открытие недели детской книги. Открытие Краевой недели детской книги состоится в городском ДК в Дворце культуры Кировский по адресу Кутузова, 91, 24 марта в 11 часов. Но у нас проходит Краевой недели детской книги по 31 марта. Подробнее вы сможете узнать на сайте Красноярской Краевой детской библиотеки по телефону 201-35-92, потому что на самом деле я не успела все рассказать. И в нашей группе ВКонтакте, где новости возникают, очень быстро появляются. Наши родители и дети уже привыкли. Открывают контакт в телефоне, уже сейчас у всех все прочитали и тут же звонят. Спасибо большое. Исчерпывающе информацию. Я думаю, что будет ажиотаж и на открытии, и потом уже всю неделю будет много для вас работы. Но это приятная работа, согласитесь. Я напомню, что у нас в гостях была Виктория Тишакова, заместитель директора Красноярской Краевой библиотеки с анонсом предстоящей недели детской книги. Спасибо и хорошей вам недели.